Приветствую всех! Прекрасный сегодня день. В гостях у меня Евгений Михайлов, первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы. Господин Михайлов уже был в дорожном просвете несколько передач тому назад. Тогда мы говорили про транспортное будущее Москвы. Разговор вышел, в общем, не очень оптимистичным, потому что было понятно, что нас, автомобилистов, тяжелые времена ждут. Потому что дорог новых строить не получается, потому что парковок подземных строить не получается. И по всему выходило, что парковаться-то нам, в общем, в будущем будет негде. Потому что вот Евгений такой... У меня, честно говоря, было впечатление такое о наших чиновниках, так и как о каких-то таких железобетонных людях. А Евгений молодой, инициативный, прекрасно говорит. И видно, что он действительно радеет свое дело и будет как-то с энтузиазмом наводить порядок. Но вот от этого порядка... То есть, с одной стороны, конечно, он нужен, а с другой стороны все сжимается внутри. Вот сейчас я как раз ехал по центру. Столбики ставят, чтобы не заезжать на бордюр. Понятно, что хорошо. Понятно, что порядок. Но стоять-то где? Вот. Значит, сейчас я об этом буду говорить с Евгением Михайловым. А вы, дорогие автомобилисты, звоните в студию по телефону 65 10 996, код города 495, само собой. Или пишите вопросы на сайт финанс.фм. Потому что я думаю, что тема эта интересует всех. Добрый день. Я рад еще раз появиться в вашей радиостанции. Я не могу до конца согласиться, что наш прошлый эфир закончился не очень оптимистично. Все-таки, мне кажется, та работа, которую мы делаем, она показывает некий свет в конце тоннеля. И те изменения, которые уже сейчас происходят, они показывают, что все-таки Москва становится более пригодным для жизни городом. То есть, да, безусловно, при том, что приходится балансировать интересы всех групп жителей. Да, и пешеходов, и автомобилистов. Это правда. Но все-таки без автомобиля жизнь немыслима. Да, так или иначе. Да, и у многих автомобили были, есть и будут. И даже там, предположим, у тех, кто живет, вот как я, кто живет в центре города. Это, мне кажется, должно оставаться право какое-то, да, потому что у многих, там, вот у меня есть, там, престарелые родители. Мне их нужно иногда, там, привезти, отвезти. Мне нужно обязательно припарковаться. Вот давайте начнем по порядку. Вы говорили о концепции единого парковочного пространства в Москве, да? Уже хорошо, она у вас есть. Вы ее разработали. Эта концепция предусматривает бесплатную парковку? Да, конечно, она предусматривает все виды парковки, там, платную, бесплатную. То есть это, в целом, концепция регулирования парковочного пространства, регулирования всего, что связано с возможностью припарковать, остановить и оставить автомобиль где-то, либо запрет, естественно, с точки зрения безопасности, правил дорожного движения, дорожной обстановки на паркование транспортных средств. Это также подготовка отраслевой схемы по размещению парковок, там, платных, бесплатных. Это большая информационная программа, связанная со включением, скажем так, всех капитальных парковок, независимо от формы собственника, то есть муниципальные, частные парковки при торговых центрах. То есть все парковки, которые так или иначе доступны для автолюбителей, для общего пользования, в единую информационную сеть. Это единый канал информирования, единая политика информационная, единая тарифная политика и, собственно говоря, максимальная информационная крытость для автолюбителей с точки зрения понимания того, где есть свободные места, где их нету, сколько и сколько это всего удовольствия стоит. Отлично. Ну вот все-таки где, я так понимаю, что Москва у вас разбита на некие зоны. Это там как бульварное кольцо, садовое кольцо и вся остальная, весь остальной город. Вот где сохранятся бесплатные парковочные места и в каком виде? С 1 ноября начнется пилотный проект. Это улица Петровка, улица Каретный ряд и прилегающие переулки. С точки зрения нахождения, то есть именно там начнется проект по платной парковке. После того, как он пройдет, соответственно, в течение 2013 года мы планируем, что итоги этого проекта, они расширятся на все бульварное кольцо постепенно. То есть в течение 2013 года мы сделаем платным бульварное кольцо. Чтобы понимать, для бульварного кольца там всего порядка 18 тысяч мест. Вы уже провели инвентаризацию? Это с учетом занятия тротуаров, пешеходных переходов, остановок, всех возможных мест для парковки 18 тысяч. Диких. Всех, и законных, и незаконных. И они все стоят, они все забиты автотранспортом, просто и по большому счету. Из которых в соответствии с правилами дорожного движения только 9 являются, то есть фактически 19 и 9, то есть 10 тысяч машин стоит нарушение правил дорожного движения. Но это вся емкость бульварного кольца, на самом деле, с точки зрения вообще, то есть квадратных метров асфальта, которая вообще возможна. Дворы включали? Нет, это не включая дворы, это, конечно, не включая дворовую территорию, не включая автопарковки, которые есть у офисов, у жильцов. Это именно те, которые являются, что называется, на улице дорожной сети. И, безусловно, это вопрос очень такой серьезный, то есть больше там все равно места не появится. А задача же бульварное кольцо не превратить днем в сплошную парковку, а все-таки это транспортная артерия, достаточно важная. И необходимо сохранить, там, с одной стороны, это возможность людям проезжать и приезжать в центр и уезжать из центра в течение дня по каким-то своим делам. Потому что вот та ситуация, которая возникает сейчас, она говорит об одной простой вещи. Люди не могут приехать в центр, я сам не приезжаю, я сам часто не приезжаю просто там навстречу в центр, ровно потому, что меня приглашают на встречу, я не поеду, я не знаю, где я припаркуюсь. Это правда. Я часто сам езжу за рулем, несмотря на то, что я чиновник, да, у меня есть служебная машина, я часто сам езжу за рулем. У меня за 4 года 150 тысяч километров на собственной автомашине, то есть я очень активный автолюбитель. Любите это делать? Да, и делаю с удовольствием. Я часто просто не приезжаю, говорю, я не знаю, где я ставлю машину. И учитывая, что у меня там пару лет назад машины эвакуировали, то есть на штрафстоянку я еще не был чиновником, я не хочу повторения этого опыта для себя совсем, потому что это большая потеря времени. Но это такой отдельный вопрос, может быть, к нему вернемся. Поэтому 2013 год это бульварное кольцо. Мы планируем, что в 2013 году мы там введем полностью режим платной парковки. За исключением 10% мест. 10% мест днем будут зарезервированы для людей, которые имеют льготы по парковке. Это люди, в первую очередь, инвалиды, люди с ограниченными возможностями, для которых 10% мест будет зарезервировано, они будут специальным образом размечены и, собственно, основка только для них. То есть, прошу прощения, из этих 9 тысяч мест легальных, которые есть, 900 примерно будет для инвалидов бесплатные? Ну, примерно, да. То есть, понятно, что баланс обеспечен не 900 в одном месте, они должны быть равномерно распределены. Да, может быть, больше, меньше, исходя из норматива. Около 8 тысяч будут платными. Ну, да. Бесплатных для неинвалидов не будет. Ну, это сейчас есть. Мы еще приведем ревизию тех знаков, которые сейчас стоят. И понятно, что именно с точки зрения ревизии, с точки зрения организации дорожного движения, вполне вероятно, эта цифра изменится. Вот после того, что мы сделали на каретном ряду и на Петровке, там было порядка 500 мест, доступных для паркования, в соответствии с правилом дорожного движения. После ревизии мы поменяли знаки, поменяли организацию дорожного движения, их стало 800. О, здорово. То есть, эту работу мы делаем, и, естественно, мы ее проведем по всему, прежде чем вводить там платность парковки, будет проведена ревизия, будут изменены знаки по каждой улице. Это будет точно очень постепенный процесс, и нужно каждую улицу, каждый перелок руками пройти, посмотреть со специалистами и заново разметить, заново фактически спроектировать с точки зрения организации дорожного движения. Здорово. Колоссальная работа. Сколько у вас людей работают над этим? Достаточно много. То есть, вот, это и специалисты Центра организации дорожного движения, и специалисты ГУПа Дирекция гаражного строительства, и часть из них там перейдет в создаваемый как раз бюджетное учреждение администратора Московского парковочного пространства, это и специалисты департамента, это и специалисты префектур, специалисты департамента капитального ремонта. То есть, это достаточно большая группа товарищей, для которых это сейчас каждодневная 8-10-12-часовая рабочая вахта. Здорово. А вот смотрите, у меня, предположим, в переулке два тротуара, справа большой переулок одностороннее движение, справа большой тротуар, где действительно нужны столбики, и там действительно ходят люди, а слева очень маленький, буквально он меньше метра, но сейчас там тоже ставят столбики, там никто не ходит. А если бы убрать этот тротуар, то там прекрасно можно было бы сделать еще одно, там, я не знаю, 30-50 парковочных мест. Однако этого сейчас не сделали ваши специалисты. Я, к сожалению, не знаю адреса вашего переулка, но надо смотреть всегда на месте. Кажется, что вроде люди не ходят, но если есть тротуар, то обязательно есть выход к этому тротуару, обязательно есть двери в домах, подъезды, которые ведутся к этому тротуару. В любом случае, мы должны обеспечить возможность пешехода подойти к этим дверям и нормально проходить. Но ситуация там очень простая. Нужно брать каждую улицу и на каждую улицу смотреть, потому что везде разная черная тротуара, везде где-то односторонняя, где-то двусторонняя. Где-то есть совершенно разное количество въездов во дворы, разное количество поворотов. То есть столько нюансов, что тут просто на пальцах в радиоэфире мы с вами никогда не договоримся. Понятно, понятно. Хорошо. Понятно. С бесплатными парковочными местами. Понятно, да? А также с платными. Сейчас после... Если продолжить, там, 2014 год. Это Садовое кольцо. Мы планируем эту работу продлить. И, следовательно, в 2015 году выйти за пределы Садового кольца в пределах ЦАО. Понятно, понятно. Вот сейчас после новостей поговорим о том, как это все будет расширяться, да? И поговорим о других видах парковочных мест. А пока новости на Финамхан. Продолжаем обсуждать парковки с Евгением Михайловым, первым заместителем руководителя Департамента транспорта Москвы. Звоните, пожалуйста, в эфир по телефону 6510-996, код города 495. Или пишите на сайт финам.фм. У нас есть звонок в студию. Денис к нам дозвонился. Денис. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Я думаю, что, первое, это чисто коммерческий проект. Государство, это, как правительство Москвы хочет, опять же, с налогоплательщиков поиметь побольше денег. Вот, чтобы буквально 18 тысяч мест почитали, там, примерно их и калькуляцию составили, экономическая целесообразность, в принципе, капиталовложений ноль, а при этом выхлоп, наверное, будет хороший. Это плюс еще к тому же очень хорошая среда, коррупционная составляющая здесь будет. Второе про это, значит, если бесплатно мне нельзя пропарковаться на тротуаре, то, значит, платно мне уже, они там этот тротуар сделают под стоянку, и, значит, мне платно уже можно будет. Это первое. И второе, как вы, вот, думаете, почему я должен платить за парковку, когда я плачу дорожный налог, плюс я плачу акциз за бензин, еще мне еще в этом году собирается еще получать акциз за бензин, понимаете? Это фактически мы, государство, извините за выражение, нас имеет в хвост и в гриву, понимаете? Я уже не хочу ни за что платить, понимаете? Потому что и так уже с автомобилистом очень много-много налогов берут. Понятно, понятно. А если насчет платных парковок, да, они, безусловно, должны быть, но бесплатные, они должны составлять не менее 50% мест. А вот платные, кто хочет, пусть туда и ставят. Вот. А из-за этого бизнес не надо делать. Спасибо, Денис, за, пожалуйста, да, глаз разгневанного народа. Знаете, вот блогер Максим Кац в своем посте, не так давно у себя, посчитал, взял московский бюджет, взял программу, взял автомобилистов и посчитал о том, что на одного автомобилиста город в год тратит 186 тысяч рублей за учреждение новых дорог. На одного пассажира общественного транспорта, опять же, с Кац программой, тратится 55 тысяч рублей. Это вот там цифры. Вот к Максиму и, собственно говоря, но это... Там лукавство, я думаю, что... Там, а, нет, но это отражать. Доказательно доказать, что инфраструктурные вложения нельзя так... Ну, так же нельзя совершенно четко говорить, что раз мы платим налоги, мы платим транспорт, налог, то теперь мы не должны платить за парковку. У нас есть очень четкое понимание ситуации, что есть ресурс, который ограничен физически. Вот он ограничен, там, пределы Боливарного кольца 18 тысяч, там, 9 тысяч, там, доступных, ну, пусть даже, там, в результате станет еще 2011, например, допустим, тысяч парковочных мест в центре города. А желающих встать, там, 100 тысяч, просто приехать, или, там, 50 тысяч машин. И что бы мы ни хотели, мы... Единственный вариант это только, фактически, каким-то образом эту ситуацию регулировать. Чтобы люди могли приехать на 2, на 3 часа, и в течение дня, чтобы, там, в центре была деловая активность. Поймите, мы просто парализуем центр тем, что превратим ее в одну сплошную стоянку, куда невозможно будет доехать. Ровно так же, и давайте построим много паркингов, да, отлично. Давайте построим, там, в центре, там, еще, там, 40 тысяч паркингов. Мы должны прекрасно понимать, что это, фактически, как это обычная, там, система сообщающих сосудов. Для того, чтобы привезти до 40 тысяч новых машин, мы должны очень серьезно увеличить возможности, вообще, дорожно-транспортной сети на въезд, чтобы добраться до этих 40 тысяч машин. Поэтому, безусловно, если мы хотим, чтобы город жил, нам необходимо вводить ограничения. И для этого, там, помимо, собственно говоря, просто платной парковки в центре, то есть, там, целая большая программа по строительству перехватывающих парковок на периферии. Сейчас мы готовим, то есть, некую тоже новую идеологию, для того, чтобы просто понимать, чтобы люди могли ставить машины до, собственно говоря... Это понятно, да, это понятно. ...это этой возможности и пересаживаться на общественный транспорт. Это та ситуация, где люди могут оставить машину. По поводу коррупционной составляющей, ту идеологию, которую мы предлагаем, наоборот, на наш взгляд, максимально от каких-то коррупционных вещей нас охраняет. Потому что, что мы хотим сделать? Мы хотим ввести фотофиксацию факта постановки машины и фотофиксацию, собственно говоря, времени нахождения машины на платной парковке. И там не будет никаких парковщиков. Вот это главная идея, чтобы как раз люди могут заплатить только по SMS, по предоплатной карте, либо автомату, паркомату. Это всё. Никакого человека с парковкой, там, не знаю, со значком, с жетоном, там, не знаю, либо, наоборот, в костюме, там, фуражке, просто быть не может. Поэтому и как раз ровный опыт, чтобы не повторять эту коррупционную вещь, чтобы не плодить вот армию парковщиков, да. Мы на самом деле максимально уходим от этого. Мы сейчас хотим... Почему и пилотный проект? Мы хотим как раз протестировать работоспособность этой системы, именно фотофиксации, времени остановки. И факт оплаты, это сам водитель будет платить при постановке машины. Способ, опять же, повторюсь, это либо наличный, либо безналичный паркомат, это SMS-сообщение о начале отдайте выезда, и это там парковочная карта. Интересно. Я думаю, что поподробнее ещё об этом поговорим. А сейчас дадим слово радиослушателю Кириллу, который дозвонился до нас. Кирилл, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Как? Вот сейчас я интересные цифры услышал, значит, сколько обходится бюджет в Москве. Это целое уголовное дело, раз оно столько обходится. Исходя из этих цифр, я представляю, сколько обойдётся ещё стоянки. Вот кто эти цифры озвучил, откуда они произошли и сколько это при этом тратится, это нужно целиком, если заводить уголовное дело, всё правительство Москвы. Барсоник отправит. Спасибо. Ну вот, я не могу никак не прокомментировать. Ещё раз повторю, это Максим Кац, достаточно известный депутат муниципального образования Щукино. Очень интересный и системный, с одной стороны, критик, с другой стороны, идеолог общественного транспорта. Критик некоторых решений правительства Москвы. Ну, мы с ним работаем, мы с ним пытаемся конструктивный диалог найти. Поэтому у него можете все комментарии получить. Что касается инфраструктурных вложений, я глубоко уверен в том, что это обязанность государства. Безусловно. Оно с нас собирает налоги. И на эти налоги, в первую очередь, оно должно строить дороги, как это сосуды, это артерии и вены. Без них государство умирает. Я с вами совершенно согласен, это надо делать, это надо делать достаточно много. То есть, посмотреть сейчас на Москву, которая там, ну, вот она, скажем, досталась, вот там, не знаю, там, сейчас какие-то... Да. И с точки зрения плотности дорожной сети, то центральная часть города, в пределах Садового кольца, это порядка 24-25% территории заняты дорогами. Это вполне себе нормальный европейский, там, уровень, нормальный... Я где-то считал, что у нас нехватка. В центре, в центре, в пределах Садового кольца. Это нормальный сложившийся город с нормальной дорожной сетью. Да. Если мы говорим между Садовым и Третьим транспортным кольцом, то это уже 14%. То есть, на самом деле, резкое падение уличной дорожной сети. То есть, у нас очень большие кварталы, очень большие офисные торговые центры, между которыми очень маленькие узкие проезды. Астанавливаются точно. Ну, можно сколько угодно возмущаться, но это факт сегодняшней жизни. Мы либо сейчас с этим живем, либо там сидим на кухне и разбираемся о том, как все плохо, вот все враги и что теперь делать. А если брать за пределы Третьего транспортного кольца, МКАД, то это 8% плотность. То есть, это такая, как вот Блинкин пошутил, Михаил Якульич, такой достаточно известный эксперт. Да, прекрасно, прекрасно. Он пошутил, говорит, что это как-то не город, это с точки зрения, там, это хорошо урбанизированная сельская территория где-нибудь в Германии. Вот, это на самом деле, ну, при этом понимаете, что вот на этой территории, где 8% дорог, у нас сосредоточена максимальная плотность населения, там, огромные микрорайоны. Это, ну, вот, это та проблема, которая, ну, что называется, городу досталась, вот, исторически досталась, вот, ну, команде, которая сейчас пытается с этим городским, и они накапливаются десятилетиями. Действительно, это не за один день, не за два года. И кардинально эту проблему тоже за полгода, за год ее не решить. Это действительно такая очень серьезная и очень инерционная работа. Это правда, это правда. Давайте послушаем еще звонок. Станислав до нас дозвонился. Здрасте. Здрасте. У меня вот интересный вопрос такой. Почему бы не сделать парковки вторым ярусом? Те же самые парковочные карманы, которые, значит, по всему городу организуются, сделать въездами и выездами с этих вторых ярусов парковок. Прямо над дорогой. Станислав, а где вы видели такие двухъярусные парковки? Это просто идея интересная. Нет, ну, как идея, конечно, это может существовать. У нас, например, в городе есть идея струнного транспорта. Есть некие идеологи, которые говорят, давайте весь город проложим струны со скоростью 500 км в час. Я не шучу. Мы будем перетаскивать грузы, и это решит проблему пробок. Россия богатый талант. Да, я просто не представляю. Ну, я сталкивался, на самом деле, в работе в Министерстве экономического развития и с изобретением вечного двигателя, на самом деле. Люди действительно писали, и это есть. Но при этом я не объединяю этих людей. Просто проблема у нас в городе, это историческая застройка. Она есть. Есть очень понятные нормативы. Там технологические, санитарные, транспортные. Которые никто, ну, просто не может. Они имеют форму нормативного акта, никто не может особо их нарушить. И я просто технологически, если это возможно, если есть такие технические решения, да, это делать можно. Но надо понимать, что это коренным образом поменяет облик города. И жители вторых, третьих, четвертых этажей, пятых, я не думаю, что будут сильно счастливы от того, что они получают над дорогой, где-то рядом, фактически, внешний вид на стенку гаража. Ну, это правда. Это правда. В Японии и так. В Японии действительно там ситуация. Там все перестроено. Там вторые, третьи, четвертые. Там в пять уровней развязки. Там многоярусные парковки есть. Нет. Механизированные маленькие. Да и большие развязки. Там на самом деле, например, ну, сидит там два метра, условно говоря, от окна до эстакады. Там сидит там такая очень серьезная скучность. Это очень некрасиво, но это эффективно. Да, ну, это всегда вопрос баланса. То есть там всегда вопрос баланса. На что люди готовы пойти? Надо понимать, что там мы говорим о том, что давайте здесь поставим парковку во вторым ярусом, третьим ярусом, там, в метре, а так на человек, который здесь живет. Это конфликт двух людей этих. И его не разрешить просто мирными переговорами. Нет, во-первых, разрешить все-таки можно. В Японии-то получалось как-то, да? Потому что можно эти парковки, вот я помню, ну, ладно, делать это на верхних этажах, на крышах мы не можем, но где-то, предположим, к торцу дома пристроить какую-нибудь вот такую штуку, конструкцию, да? Пожалуйста, у нас это там можно. И были такие, я помню, на Тушинском машиностроительном заводе, собирались даже в начале 2000-х разворачивать производство таких вот многоярусных парковок. И все это тогда заглохло. Ну, я не могу сказать там ситуацию про начало 2000-х, но точно понимаю, что это совершенно другая философия обустройства города. И совершенно другая ситуация. Это в Токио, да, это общая идеология жителей. И она была принята. Они живут в гораздо более скучной ситуации, чем мы живем, собственно говоря. Вот это надо понимать тоже. И там у них гораздо более высокая плотность населения. И там это решение проблема, да. Если мы хотим Москву видеть такой, это вариант. Я думаю, что мы можем найти другие решения. Сейчас после очередного блока новостей поговорим, вернемся к тому о том, какой мы хотим видеть Москву. А пока новости. Парковки. Парковки в Москве. Болезненная тема. Говорим об этом с Евгением Михайловым, первым заместителем руководителя департамента транспорта Москвы. Очень активно обсуждают это и на сайте finam.fm, и звонят нам в студию по телефону 65 10 996, код города 495. Вот дозвонился нам Константин. Константин, здравствуйте. Константин. Комментарий. Да. Слышно меня? Да. Да, комментарий по поводу предыдущего вопроса по поводу установки многоярусных парковок. Ну, я на собственном опыте их видел. Где? Стоят такие в Корее установленные. Такие механизмы стоят в США. Да. Напоминают они, есть механические карусельные установки, которые машина подъезжает и просто человек механическим путем ее поднимает на ярус определенный и она там находится. И, в принципе, я думаю, такие бы парковки до трех ярусов можно было бы устанавливать на тех же обочинах. То есть, увеличивая место в три раза фактически. То есть, одно парковочное место превращалось бы как минимум в три. Конечно. А что касается того, что они некрасивые и они уродуют облик города, так наверняка у нас дизайнеров хороших много, да? Они бы могли как-то это все дело оформить. Если мы говорим про вертикальные парковки... А вы говорите, это же возможно все. Конечно, конечно. Да. И еще раз. А, плохо вас слышно, Константин. Плохо. Увы, увы. Давайте ответим на этот вопрос. Вертикальные парковки, конечно, они имеют право на считование и должны развиваться, и должны быть в городе. Их у нас нет совсем. Я знаю. Пока, судя по вашим словам, вы даже не предусматриваете их в концепции. Мы их не предусматриваем в исторической части города, совершенно точно. Там, где они нужнее всего. И там, где есть сложившая серьезная застройка, где очень тяжелая геоподосновая, где на самом деле очень мало места даже для размещения. Вы только что сами сказали про тротуар, который, собственно говоря, но там все равно есть необходимость размещения определенного места. Все равно требуется место, требуется инфраструктура въезда, выезда. То есть это все равно как бы целая история. Комплекс проектных работ, это правда. Поэтому, скажем, на улице дорожной сети, в центре города, в пределах там Садового кольца, это действительно сложно. Есть там вопросы, связанные с дворовым пространством, да, безусловно. Какие-то вещи вне пределов улиц, там это может быть организовано совершенно нормально, и правильно, если это будет организовано. То есть у нас есть такие планы, есть проекты у ГУП, директора гаражного строительства, по таким проектам есть. Поэтому это та часть, которая вполне возможно появится в Москве. Это правда. Кстати, вот на сайте очень многие вас, Евгений, поддерживают концептуально и пишут о том, что государство, что ведущий, то есть я, да, не прав, что первая задача государства это развивать не дороги, а общественный транспорт. Я совершенно согласен с теми, кто так говорит. Это действительно, и вот пишет человек, что в Токийской и Кагамской агломерации, 30 миллионов человек, большинство жителей передвигаются на метро и на пригородных электричках. Да. Это правда, мы об этом говорили в прошлой программе, о том, что в Токио 4 разных линий метро и электричек, и о том, что московское метро катастрофически уже не справляется, и его нужно, безусловно, развивать. И в планах Москвы фактически на 50% до 2020 года увеличить фактически емкость метро, то есть именно по количеству станций и по количеству линий. А что касается Токио, то там количество машин на тысячу жителей, вроде там, это МЕКО, автомобилестроение, да, меньше, чем в Москве. То есть действительно люди при гораздо большей плотности гораздо меньше, у них нет необходимости пользоваться, они не пользуются автомобилем, то есть это дорого, это неудобно, это очень сложно. Я знаю, я много раз был в Токио, я общался с людьми, и там классическая ситуация, когда у человека, который достаточно хорошо зарабатывает, у него есть автомобиль, у супруги есть автомобиль, но они на нем не ездят. Они выезжают на нем только по выходным куда-нибудь за город, но у них есть место, где хранить эту машину. И вот об этом, да, вы упомянули такой термин резидентная парковка. Вот я как резидент центра, ну я же, да, где мне хранить мою машину? Я могу сказать, в специально отведенном для этого месте. Посмотрите, есть два вопроса, вот сейчас вот в центре города, если говорить про уличную дорожную сеть, всего, даже с учетом дворов, кооперативов, гаражей, капитальных парковок, там без нарушения, с нарушением, вот все парковки, если брать в пределы центрального административного округа, это 348 тысяч машин на место. А квартир у нас в целом 750 тысяч. Ну, нормальный соотношение. Да, означает ровно простую вещь, что если в каждой квартире будут находиться по одной машине, то физически 50% машин встать не смогут. Если каждому выделить одно и закрепить за ним его жесткое место, вот все. Поэтому мы тут решили пойти другим путем. Первое, это, конечно, дворовая территория, и даем возможность, как бы, это позиция города, то есть это не совсем, как бы, компетент департамента транспорта, это компетент префектур, самоорганизоваться и сделать в дворах то, что сами жители считают правильным для себя с точки зрения организации парковки. То есть мы можем скинуться, поставить там шлагбаум. Ну, да, то есть и такие есть дворы, и там все. Вторая ситуация, это мы говорим о том, что люди, которые вечером приезжают в ЦАО, с работ, у нас режим бесплатной парковки будет действовать только днем. То есть они ночью бесплатно встанут на платное разрешенное парковочное место. А, вот, это важно. С 20, условно говоря, там, с 20 или 21 до 8 утра, и, соответственно, будут стоять. И просто в 8 утра включится платный режим, либо они уедут там на работу, все. Третий вариант. Мы также анализируем, мы же понимаем, что у нас достаточное количество мест, где остановка и стоянка запрещена, это связано именно с напряженным дневным трафиком. То есть, опять же, ситуация, везде, где такая ситуация возможна, где это не влияет на безопасность движения, скажем так, в целом, мы будем специальными знаками, табличками временными ограничивать срок действия знака, знака стоянка запрещена, опять же, дневным временем. Для того, чтобы ночью все люди, которые могли поставить машины, ну, там, где им надо, поближе к своему дому. Вот эти меры, мы считаем, они, ну, ситуацию как-то ее уравновесят, но, безусловно, если человек говорит, у меня места нет, поэтому я вправе, у меня нет места для моей машины, там, драгоценной и, там, безумно дорогой, поэтому я, пожалуйста, поставлю ее, там, перед подъездом, перегражу выход всем из подъезда. Или, там, на газоне, но это, конечно, не решение для этого человека и для города. Это беспредел, естественно, наводить порядок нужно, чем вы сейчас занимаетесь. Еще звонок у нас Андрей. Здравствуйте, Андрей. Что хотите нам сказать? Алло, добрый день. Я хочу предложить, во-первых, две вещи. Первое, изменить концепцию мышления, психологию, философию людей о передвижении на транспорте общественном по городу. И второе, значит, вот, мы используем... Нужно, да, первое, что надо посвязывать. То есть, там можно поставить и ходить людям. И еще можно подземные, как бы, под этими нулевыми, скажем так, это же подземные делать партнерги. И второе, надо строить лифты, которые не будут видны. И крыши все использовать тоже можно на двухэтажный ярусный станок, ну, в смысле, парков. И люди, вот как вы сказали правильно, они будут, смогут ездить только по субботам или воскресеньям, и по очень нужным каким-то проблемам своим. Должен все общественный транспорт решать, все перевозки. И строго должны быть полосы для общественного транспорта, и большие должны быть штрафы, чтобы он функционировал очень хорошо. Вот и все. Андрей, спасибо, все, собственно говоря, так оно и есть. Большое спасибо. Да, так оно и есть. То есть, это, собственно говоря, та идеология, которую мы... Споведуем, да. ...споведуем. И мы, безусловно, понимаем, что надо менять полностью облик общественного транспорта, его концепцию. У нас есть несколько вещей. Первое. То есть, у нас недостаточно комфортабельный общественный транспорт. Это понятно, и это решается. И новые вагоны метро, и новый подвижной состав. И мы прошли через некую эпопею проблем с поставщиками, ровно для того, чтобы, по большому счету, ее пройти. Сейчас у нас идет в полном разгаре тендер на поставку 120 новых низкопольных трамваев, 100%. Это как бы первый комфорт. Вторая ситуация общественного транспорта, это предсказуемость по пути следования. То есть, понимаем, и все сталкиваемся, я сталкиваюсь с этой ситуацией, что я не иду на, условно говоря, на остановку автобуса, потому что я не знаю, сколько времени мне его ждать. То есть, это вторая вещь, с которой мы тоже решаем, у нас до конца года будет в системе GLONASS, ну, собственно говоря, весь подвижной состав работать. Это система управления в целом, не просто там дать датчик, это в целом система управления диспетчеризацией. То есть, мы в режиме реального времени будем видеть и сможем корректировать, и мы, и мы, как город, сможем видеть всех перевозчиков в этой ситуации. Третье, городу не хватает 360 тысяч пассажиромест для комфорта. И задача их обеспечить. Поэтому, безусловно, понимая, то есть, мы сегментировали город, мы сделали транспортное обследование, понимая дефицит пассажира места, дефицит провозной способности в час пик, я говорю в час пик, потому что мы проектируем на пику нагрузку, естественно. У нас не хватает по каждому району с точки корреспонденции, есть понимание дефицита мощностей каждого участка, и, соответственно, мы определяемся уже, исходя из этого, где нам нужно расширять метро, то есть, исходя там, где большой пик, там, где поменьше, есть возможность, это увеличение частоты пригранного транспорта, чтобы он начинал работать, как городская электричка. Следующий уровень, как бы, это легкие рельсовые системы, это новые трамвайные линии, которые должны ехать по выделенным путям, и которые тоже там решают свою систему. Потом это автобусные системы, собственно говоря, это либо БРТ, либо просто в целом маршруты автобусов, которые тоже, я думаю, в ближайшие там полгода-год претерпят серьезные изменения, сама маршрутная сеть автобуса, для того, чтобы она была наиболее эффективной. Потому что у нас, с одной стороны, есть большие совпадения маршрутов, с другой стороны, там, есть участки, когда, ну, сложно добраться. И третья вещь, это, безусловно, то, что уже руководитель департамента транспорта Максим Лексутов анонсировал, и уже на эту тему разговор идет, это построить тарифную систему на общественный транспорт таким образом, чтобы люди принимали решение, исходя из времени поездки, исходя из удобства поездки, пусть даже с учетом нескольких пересадок, а не исходя из того, что они раз заплатили, и там, из одной станции там южного сектора на другую станцию южного сектора они едут через центр города только потому, что они заплатили 28 рублей. Вот эти все вещи, это, безусловно, это большой комплекс. И такси, на самом деле, является частью этого же комплекса, ровно потому, что для того, чтобы люди, выйдя из метро в центре города, могли свободно поймать машины и понимали, сколько стоит, понимали качество услуги, и понимали, что они проедут один километр, они просто сядут и не будут торговаться на рынке. Вот это все большой комплекс. Понятно, понятно. Ну, а вот что касается того, о чем говорил последний к нам дозвонившийся, подземные парковки и парковки на крышах домов, мы уже говорили об этом в предыдущей программе, да, и, ну, скажите еще раз. Существующая треслевая схема, она предполагает 35 тысяч создания, 35 тысяч... Подземных? Вообще машиномест, капитальных, да, капитальных машиномест, которые вообще в центральной части города, пределах ЦАУ, как раз, ну, дополнительно. То есть это некая, скажем так, общая концепция, которая была подготовлена еще в свое время Московой архитектурой, которая сейчас тоже, ну, будет определенным образом... Пересматриваться. Ну, скажем так, аудироваться с точки зрения технической возможности, потому что там все-таки они подходят с точки зрения возможностей, там это место использовать под какую-то парковку. Есть еще целый ряд ограничений, там, новые вводные, новые возможности. Безусловно, мы эту треслевую схему департамент транспорта будет, что-то, апдейтить и подготовить, сделать какую-то понятную уже и для людей, и для инвесторов возможных, и для, там, девелоперов, ну, с точки зрения того, где, сколько и как можно ставить. Хорошо. Спасибо. То есть надежда некая все-таки есть. Ну, мы верим в то, что мы делаем. Да, здорово. Хорошо, давайте послушаем еще раз новости на Финам.фм, а потом вернемся. Продолжаем обсуждать парковки с Евгением Михайловым, первым заместителем руководителя департамента транспорта Москвы. Звоните, пожалуйста, в студию по телефону 6510-996, код города 495. Пишите сообщение на сайт финам.фм. Насколько я понимаю, Андрей у нас еще на связи, да? Андрей. Да, я на связи. Да. Как вам ответ, Евгений Михайлов? Ответа еще не было, потому что я еще не задал вопрос. А, прошу прощения, да. Андрей, да, слушаем вас. Да, ну, в двух словах. Я живу тоже в центре Москвы достаточно давно, и волей-неволей мне просто нужно передвигаться. Да, да. Даже я готов допустить, что я могу не остановиться, я могу подвезти кого-то из родственников, высадить в магазин и уехать. Но иногда нужно просто проехать. Такой вот небольшой пример. Улица Неглинка. Так. После всех изменений с парковочными правилами там не поменялось практически ничего. Вот я поворачиваю на нее налево. Слева. Так. Зады Малого театра, потом ЦУМ с огромной подземной парковкой, и справа Радхаят, потом Перекресток с Куниевским мостом, потом наш главный банк. Так. Тоже отели. Подносторонние движения. И там стоят машины, да? Два ряда, и справа, и слева. Ну, то есть вы... Там хорошие машины стоят, я понимаю, но их коснется... Всех коснется. Вот, кстати, это очень важный, Андрей, спасибо вам, да? Это очень важный вопрос. Я, безусловно, это важный вопрос, и это в том числе и ситуация, почему мы выбрали фотофиксацию, собственно, всех ситуаций, почему ездят парконы и ездят нарушения. Там, ну, что греха таить? У нас Москва, городок, где там огромное количество всевозможных ксив у людей. Описываются всякими правами, которые начинают либо там угрожать, либо пугать, либо обещать неприятности. И когда против такого человека там начинает, ну, фактически там стоит, стоит обычный там муниципальный там парковщик, то, безусловно, это от греха подальше. Он там куда-нибудь там хочет уйти, скрыт, там, или там в конце концов там денег взять, ну, там, за унижение, не знаю. А тут ситуация очень простая. Мы все фиксируем, паркон проезжающий все фиксирует. И надо сказать, что там, где парконы работают регулярно сейчас, количество машин, стоящих с нарушением правил дорожного движения за месяц, уже снизилось на 30%. То есть народ уже начал получать письма счастья, да? То есть пик прошел, да, люди получили, то есть некую, скажем так... Ну, там штраф-то существенное. 3000 рублей. Да, я там вчера на одной радиостанции в утреннем шоу, там одна девушка, одна ведущая сказала, что после того, как я получил стопку, стопку штрафов на серьезные суммы, я стал очень аккуратно думать, где я ставлю машины, как я езжу. Что очень важно, как я езжу тоже, потому что у нас все-таки люди стали ездить как-то странно аккуратнее. Ну, не странно это, в общем, нормально. И задача такая, задача же не взять штрафы. Задача же не взять штрафы за неправильную парковку. Задача все-таки создать механизм, который, чтобы люди понимали, если я нарушу закон, то рано или поздно я попаду в ВВТ в камеры и буду сфотографирован. Поэтому все, безусловно, номера, независимо от их ведомственной принадлежности, они автоматом распечатываются, автоматом фиксируются протоколы, и они отправляются. Вот, собственно говоря, вся ситуация, которая есть. И в этом плане городу неинтересно, то есть какая-то машина. Город просто отфиксировал, и компьютеру неинтересно. Отфиксировал, отправил. А сидеть там оператору ЦАФАП или... ЦАФАП — это центр фиксации нарушения. Центр, да. То есть это фиксация нарушения оператора, либо сотрудники ИБДД, которые протокол электронно фактически подписывают. Но он точно совершенно... У него не будет база данных таких машин, которые он будет проверять, тверяться какими-то листами, списками. Почему это не будет? Нереально это. У нас удивительным образом как раз вот это становится реальностью. Нет, уверяю вас, это ситуация, которой нет. Поэтому ее нет и не получится, потому что там же огромное количество машин, которые являются частными, где просто сидят люди с ксилами, и проверять каждую такую машину, ну это нереально. Там огромное количество машин, там те же самые оперативные машины, они на то и оперативны, что никогда эту базу, она не будет фиксироваться, нигде не будет база данных оперативных машин, оперативных номеров. Поэтому это все в определенной ситуации, если хотите, некий, скажем так, миф определенный, все будут штрафы выписываться, все будут штрафы рассылаться и, собственно говоря, будут направляться дальше, уже по ведомствам. То есть вы ставите на фотофиксацию, вы ставите на то, что постоянно по городу курсируют автомобили, оснащенные вот этими камерами и в режиме реального времени передают всю информацию, фиксируют, то есть у них есть на борту свой компьютер, который обрабатывает данные и, соответственно, находится в режиме передачи пакетов с сервером и регулярно передают всю информацию. Хорошо, такой вопрос. Вы же за счет этих автомобилей увеличиваете нагрузку на транспортную сеть? Это мизер по отношению, собственно, к тому количеству автомобилей, которые находятся на транспортной сети в данный момент. А вы подсчитали, сколько таких машин нужно для полноценного функционирования единого парковочного пространства во всей Москве? Ну, сейчас у нас порядка 100 автомобилей ходят. А нужно? Представим, что на всю Москву это все распространено. Да не нужно на всю Москву. Я думаю, что в какой-то момент времени, когда от людей входит в привычку, когда люди понимают, что здесь ездит паркон, нет необходимости каждый день пускать паркон. Поспорю с вами. Поспорю с вами. Смотрите, в Европе есть парковочная полиция. То есть люди, которые на велосипедах ли, пешком ли, ходят, проверяют, смотрят квитанции, выписывают штрафы. Люди, у нас парковочной полиции пока не предусмотрено. У нас вот эти парконы. И вы сейчас говорите, что их на окраинах, скажем, не будет. Нет, но сейчас он едет, условно говоря, едет каждые 15 минут, там, едет в течение дня. Ну, будет ездить там каждые 15 минут, там, 1 час утром, 1 час днем, 1 час вечером. И эти часы будут все время меняться. То есть вопрос же, по большому счету, потом перейти к большей дискретности. Чтобы, фактически, то есть создавать некий график маршрутов, делать это достаточно длинным, сложным. Чтобы повторял все маршруты, там, два раза, там, и фиксировал. Но чтобы не было уже такого регулярного сплошного, там, надзора. Потому что, ну, когда есть некое понимание, как это сделать. То есть мы не хотим, там, понятно, забивать, там, это все парконами. И нам не нужны, там, тысячи машин этих парконов. А вот эта идея, про которую я уже где-то читал, оснащать парконами общественный транспорт. Да, это, безусловно, мы это будем делать. Там, сейчас просто вопрос выбора технического решения, его сертификации, там, корректности, там, нормативные базы. Да, то есть на первом, то есть на лобовом стекле водителя, там, автобуса, троллейбуса, кабины будет стоять паркон. Особенно, когда он едет по выделенной полосе, он едет, или даже по обычной, он едет, он видит и, соответственно, фиксирует те правила, те машины, которые стоят на выделенной полосе, например. Да, он их видит, он их объезжает, это все фиксируется, место, точка, там, там, перевязка географической метки идет, там, GPS-метки, и все, фактически, там. Люди получают такой же штраф. И тут же, ну, штраф не могут люди сразу получить, они же должны там 15 минут. Нет, 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 документы, если стоит на выделенной полосе, собственно. Нет, на вылет, а, то есть это паркон не будет, вот эти вот парконы на автобусах, троллейбусах не будут следить за парковками, как таковы. Да нет, просто проезд следующий, с таким же парконом, там, через 15, через 20 минут, то есть это вопрос, на самом деле, распознавания образа, с одной стороны, а с другой стороны. И связи все в единый центр. Да, сложение геоинформационных меток в одну, да, то есть это система наработает. А кто у вас подрядчик вот этого все информационного решения? Я не буду, наверное, сейчас просто говорить про подрядчика, все-таки это не совсем та информация. Российская компания? Да. Интересно, интересно, потому что это такая достаточно, ну, сложная, наукоемкая, да, задача? У нее есть, нет, там очень серьезные вещи, там же вопрос передачи персональных данных, то есть это законы персональных данных, поэтому там нельзя просто в лоб там перевести иностранную компанию. Но, безусловно, подрядчик, он не выдумывает все решения сам, безусловно, то есть он сертифицирует те решения, которые, по большому счету, в России, которые являются в том числе, там, мировыми. Ну, да. И мы для этого, то есть, ну, там сейчас идет вопрос по интеллектуальной транспортной системе, наверное, это отдельная интересная тема для разговора, о которой есть смысл поговорить, наверное, отдельно. Еще мы с вами опять наметили следующую, да? Возможно, да. Ну, слушайте, ну, это здорово, потому что вот то, о чем вы рассказываете, конечно, пока в России такого не было. Вот с таким подходом мы сталкиваемся впервые, это очень радует, потому что все, что мы видели до сих пор, да, это были вот эти вот парковщики или легальные, или нелегальные, которые все равно брали деньги себе в карман, и на самом деле эта же ситуация никуда не делась. Я вчера ночью подъехал на Ленинградский вокзал проводить друга, первое, что я увидел, это парковщик, давно забытое ощущение. Человек подошел ко мне, да, и попытался за 100 рублей продать мне какой-то, значит, талончик, да, на котором было, написано, 300 рублей. Это криминал, это криминал, это, если, то есть там есть, есть, например, платная парковка, она не является на УДС, и там территория, которая переда вокзалом, ответственность за нее несет филиал РЖД, там, директоры, директоры железнодорожных вокзалов, они эксплуатируют эту территорию, она находится у них в аренде. То есть город передал, там навели порядок, сделали проект благоустройства, обязаны обеспечивать, хотя иногда там у них это не получается, бесплатный заезд такси на Питлэйн, то есть для посадки и выездки пассажиров, и там же у них организованы некие платные небольшие парковки. То есть это на территории платной парковки за шлагбаумом, за шлагбаумом въезд, выезд, это как бы тематика одна, и это РЖД. Это было снаружи. Это снаружи, это в чистом виде криминал, это в чистом виде такой черный парковщик абсолютно там. Давайте вот сейчас скажем, да, в эфире, что если к вам сейчас подходит парковщик... Если к вам на УДС, на парковку, которая не огорожена въездом, не огорожена шлагбаумом, то есть не находится на территории какого-то общества, ну там за забором, то есть просто на УДС подходит какой-то парковщик, это криминал, это мошенник, который по большому счету... Что нужно делать? Можно просто обратиться к ближайшему участковому, то есть просто участковый обязан принять заявление, обязан начать работу. Можно обратиться в полицию, просто не обязательно к участковому, просто в полицию позвонить. Либо, то есть на сайте департамента транспорта тоже, пожалуйста, мы работаем в достаточной такой тесной связи с ГИБДД и с другими подразделениями полиции, мы просто такие вещи координируем, потому что нам тоже, мы заинтересованы в том, чтобы их не было. Это в том числе и наша задача. Конечно, конечно. Это, в общем-то, и подрывает имидж. Скажите, а вокзалы и аэропорты, парковки, они входят в вашу систему, в это единое парковочное пространство или нет? С точки зрения информационного взаимодействия, с точки зрения информационного обеспечения, это, безусловно, часть нашей системы. И мы договорились с вокзалами о том, что мы сделаем совместно проект организации движения в районе вокзалов, чтобы не просто они что-то сделали для себя, а обязательно с нами согласуют его, прежде чем уже, сейчас уже... Это давно назрело там творится на Курском, на Киевском. Они часть уже сделали, но, собственно говоря, он в какой-то мере оказался, может, неудачный. Сейчас, просто учесть все ошибки, которые были сделаны, все-таки большая работа была проведена по благоустройству при вокзальной территории, надо дать должное, за последние два года. Так или иначе, с точки зрения вообще благоустройства территории, там серьезная работа, и серьезные, и серьезные произошли изменения. Я думаю, что можно вспомнить тот же самый киевский вокзал, там, несколько лет назад, и сейчас-то две большие разницы. То есть, это действительно большая разница. Я был на Киевском вокзале, я приехал туда, там, на электричке, там, буквально позавчера, с утра. Вот, поэтому, там, и был там несколько раз, там, в этом году. Ну, да. И та же самая ситуация с Ленинградским вокзалом. То есть, он сейчас находится в реконструкции, но, действительно, там, то, что было перед, даже то, что не искать, сейчас гораздо прилично. Но, Ребенович, есть определенные вещи, есть определенные узкие места. Мы договорились, что они с нами согласуют все проекты и организации дорожного движения на своей территории. И только после этого, фактически, внесем совместные изменения, чтобы было комфортнее, там, таксистам, автолюбителям подъезжать, высаживать людей. Конечно, конечно, потому что без этого никак нельзя. А на тарифы вы можете влиять? Мы будем, конечно, то есть, только на тарифы, которые на уличной дорожной сети. То есть, то, что будет находиться в виде города. Это уже к вокзалам, к РЖД, там, да, и это самое. Это уже к владельцам территории, к кандидатам. Ну, хорошо. Вот опять час пролетел стримглав. Но я считаю, что мы поговорили о многом. И вот, в отличие от предыдущего эфира, я считаю, что, ну, этот прошел как-то оптимистично. То есть, понятно, что парковок будет меньше, они будут платные. Но впереди у нас, мне хотелось бы в это верить, что все у вас получится. Впереди у нас забрежил порядок. Спасибо, Евгений Михайлов. У нас был в студии первый заместитель, руководитель департамента транспорта Москвы. И в следующих программах дорожного просвета мы, я думаю, что с вами еще встретимся и о многом поговорим. Всего хорошего. До свидания.